Мне кажется, вообще украинское население стало жертвой такого очень масштабного психологического эксперимента. Такого какой-то, знаете, НЛП. На данном конкретном этапе украинская армия наступать не может, и поэтому ее главная задача это удерживать хотя бы ту линию, значит, которая сейчас сложилась. Залужный, залужный. А залужный ничем, на самом деле, не лучше Зеленского. С точки зрения мудрости, государственной мудрости там нет ни у кого. Они фактически были преступниками, да, но канадское государство их прикрывало и считало, что это вполне себе нормально. Ну, потому что использовали долгое время в борьбе с Советским Союзом. Мы переоцениваем мудрость современных европейских и американских политиков в том числе, особенно анализируя их заявления, которые иногда вообще ничего не значат. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте. Вы буквально недавно, насколько я знаю, вернулись из Беларуси, какое-то время были у нас в стране, и прежде чем перейти к таким более глобальным вопросам, хотелось бы узнать, какие вообще у вас впечатления от нашей страны, что посетили, что, может быть, больше всего понравилось. Так как я в Беларуси был много раз, да, и до этого, и в советское время приходилось бывать, да, в принципе, Беларусь всегда производит такое положительное впечатление. А вот в этот раз отметил в Минске довольно много новых построек. Я в последний раз, честно говоря, давно был, да. Сходили мы с ребятами, которые меня приглашали на хоккей с участием президента Беларуси, да, такой большой хоккейный праздник. Я не могу сказать, что играю в хоккей, но на коньках стою с клюшкой, так сказать, там, езжу по катку, да, и, в общем, мне так, честно говоря, понравилось. Такой хорошо организованный хоккейный праздник, да. Вот. Ну, а в целом по Беларуси больше всего всегда там в последние, по крайней мере, в постсоветские годы впечатляло только... Главное, так сказать, главное то, что впечатляло, это то, что у вас продолжают работать промышленные предприятия. Не все, конечно, да, но если в процентном отношении посмотреть, гораздо больше, чем в России, если сравнивать там ситуацию на 1991 год. Мне кажется, это главное, особенно в контексте всех тех событий, которые вокруг нас сейчас происходят. Да, тот, кто умеет делать сам, тот, собственно говоря, и выигрывает. А тот, кто все время у кого-то что-то просит и покупает, тот будет проигрывать. Вот если все-таки перейти к более глобальным вопросам. Недавно Зеленский сделал заявление о том, что Украина, насколько я понимаю, собирается строить фортификационное сооружение по нынешней линии фронта. По-разному в экспертном сообществе оценили это заявление, но чаще всего, насколько я следил за этим, высказывалась такая точка зрения, что это говорит о том, что Украина полностью, таким образом, косвенно признала провал вот этого вот широко разрекламированного контрнаступления и теперь готовится к обороне. А как вы расцениваете подобное заявление со стороны Зеленского? Ну, с летним наступлением уже все понятно, потому что смысл даже не в том, что они косвенно или не косвенно признали, да. По этому поводу отписались уже все крупнейшие западные издания и в тех странах, которые поддерживают Украину, и все признают, да, наступление не удалось. Последние вот эти откровения там в Вашингтон-Пост, где они там подробно рассказывают, как американцы и европейцы там участвовали, провели там 8 учений штабных, там все это распланировали, там, да, в том числе диверсионные акты на территории России, вот, и все равно не получилось, они говорят сами за себя, то есть не получилось. Действительно, надо сказать, что иногда мы ошибаемся и ошибаемся серьезно, вот, но мы часто переоцениваем Запад как таковой. Судя по всему, Запад неправильно стогнозировал ситуацию, вот, и это наступление не просто не достигло поставленных целей, а действительно провалилось, несмотря на участие американских, так сказать, британских, европейских военных в планировании всего того, что там происходило, несмотря на поставки оружия. Возговорили, кстати говоря, о том, что вот оружия поставили слишком мало, но это от лукавого. Оружия поставили много, вот, много оружия там было, но это не помогло. Поэтому с наступлением все, как бы, да, это все песни, она закончена. Но вообще, если честно, с военной точки зрения, на поле боя то, что наступление провалилось, было ясно еще в середине осени, как бы, да, еще в сентябре было все понятно, да, некоторые считают, что даже в августе. Но потребовались вот эти вот месяцы политических, информационных таких вот маневров для того, чтобы все равно прийти к заключению, что да, с этим покончено. Значит, вот эти слухи о строительстве оборонительных сооружений, ну, во-первых, надо понимать, что много просто информационного шума там, да, не исключено, что это просто-то, ну, все что-то говорят, как бы, вот, говорят и про это, вот, может быть, дезинформация и прочее. Но так, если так вот особо не мудрствовать, да, это признание того, что украинская армия наступать не может. На данном конкретном этапе украинская армия наступать не может, и поэтому ее главная задача – это удерживать хотя бы ту линию, значит, которая сейчас сложилась. Хотя российская армия там местами контратакует и даже какие-то небольшие участки, так сказать, забирает себе, вот, но, тем не менее, значит, задача для украинской армии на ближайшее время – это просто удерживать эту линию. И для этой задачи, на самом деле, у нее сейчас не хватает ни личного состава, поэтому все вот эти вот экстренные меры по мобилизации всех, кого только можно мобилизовать, которые, кстати, мне кажется, могут привести к дополнительной внутриполитической нестабильности. На этом фоне и это внутриполитическая, так сказать, напряженность там, да, все эти конфликты, на этом фоне и напряженка с поставкой боеприпасов, потому что самое-то главное, что боеприпасов не хватает, да, еще ладно, оружие там худо-бедно есть, вот, для обороны, по крайней мере, да, для наступления, кстати, уже техники не хватает, вот, но боеприпасов не хватает, потому что надо там по 5-6 тысяч боеприпасов в день расходовать, да, ну, с артиллерийских снарядов, в первую очередь, для того, чтобы удерживаться, вот, ну, а это очень много, это очень много, и оказалось, что Запад к этому не готов, не готов к таким поставкам. Сейчас вот они там собирают всех, кого только можно, Южную Корею, там, Финляндия что-то там тоже, так сказать, собирается там такое точить, вот, и так далее, и так далее. Но смысл в чем? Смысл в том, что, первое, на это наступление летнее, на которое действительно делали ставку серьезную западники, провалилось, это действительно так, все уже, ну, не о чем вообще разговаривать совершенно, вот, второе, фон вот этот вот вообще в целом вокруг Украины становится все более и более неблагоприятным, вот, ну, и третье, не очень понятно, так сказать, да, а сможет ли Запад вообще адекватно это обеспечивать, да, и вообще вот то, что тоже интересно по поводу Запада, потому что все равно на постсоветском пространстве есть какой-то вот комплекс неполноценностей, такое вот все равно убеждение, что все равно окуднее, да, вот, но вот, как оказалось, что западные военные просто плохо просчитали ситуацию, хотя, еще есть такая штука, им просто наплевать на украинцев, плохо прочитали, хорошо прочитали, погибают, не они. По поводу наплевать на украинцев, вот, недавно экс-командующий американскими войсками в Европе, такая у него должность, по-моему, Поэтому Бен Ходжес сделал такое заявление, что американцы никогда бы не отправили своих солдат в наступление, если бы у них не было превосходства в воздухе и инженерного оборудования. То есть своих солдат нельзя, а украинцев можно получается. Даже хуже того. Если посмотреть немножко назад, как раз Бен Ходжес был одним из тех, кто громче всех кричал, что наступление надо продолжать, вернее его начинать, оно точно пронесет успех, надо идти несмотря ни на что. А он что не знал, что у Украины нет достаточных сил в авиации, артиллерии, ПВО и всего остального? Знал ведь? Знал. Но все равно говорил, что надо. То есть людей просто обманывали. А теперь он говорит, ну нет, я бы конечно не начал такого наступления. Ну то есть ты бы не начал, но на самом деле ты его и начал. Потому что судя по всем откровениям, которые сейчас печатаются в западной прессе, в американской том числе, на самом деле всем руководили американцы и британцы. Всем руководили американцы и британцы. Это они спланировали, они науськивали, они убеждали украинцев в том, что Запад с вами и так далее. А теперь говорят, я бы своих, конечно, не повел. Но это еще раз нам всем славянам, знаете, глупым местами. Нам всем урок. Не доверять тем, кому доверять не надо никогда. И тем, кому на самом деле доверие и в прошлые века всегда кончалось для нас, для русских, украинцев, белорусов плачевно. Главное, это вы очень простой. Любите вы там, условно говоря, Россию, не любите, уважаете вы Путина, не уважаете. Это все лирика. На самом деле, надо просто трезво смотреть на ситуацию. И вот что касается украинцев, многих украинцев, украинского руководства, я хочу сказать, вы ошиблись, ребята. Вы очень сильно ошиблись. Вы очень сильно ошиблись тогда, когда решили, что украинское государство должно строиться на принципе ненависти и противопоставления России. На всяких разных мифах о том, что якобы война с Россией является для вас смыслом жизни. Второе, вы ошиблись тогда, когда доверили свою судьбу вот этим господам Запада и поверили в то, что вы для них ценность, что вы для них цель. Это ложь. И о том, что это ложь, вам говорили с самого начала. Можете сколько угодно называть нас пропагандистами, но именно об этом мы вам говорили. Вы же слушать не хотели. Ну вот теперь хавайте ложками, да, все, что имеете. Да, они видят, что их жизнь для американцев не представляет абсолютно никакой ценности. Но почему они остаются глухими к вот таким вот откровениям своих западных кураторов, назовем их так? Ну, я думаю, пока глухими. Ну, тут, понимаете, тут вообще как бы такая глубокая история. С одной стороны, вот это все-таки исторические корни вот этой борьбы за Украину, которые сформировали действительно довольно странную такую вот общность, ментальность на Украине, которая, мне кажется, местами как-то совершенно патологически склонна к доверию, условно говоря, там западникам. Да, вот. Причем, несмотря на то, что в разные исторические эпохи они их обманывали, да, и, в общем, если так сказать честно, ну, кем были украинцы в те времена, когда они были, ну, той частью Украины западной, когда они входили, так сказать, в состав, там, Австро-Венгрии, там, или Польши, ну, кем они там были? Ну, я не буду никого обижать, но они были, ну, мягко говоря, так сказать, на каких-то там шестых, шестых-пятнадцатых ролях, что называется. И, тем не менее, вот эти мифы о том, что вот как бы их вечно давила Россия и прочее-прочее, они очень крепко укоренились в головах украинского националистического сообщества. Вот. Ну, а после распада Союза, да, вот эти вот идеи 30 лет вдолбливали в голову огромному количеству других людей, особенно молодому поколению, вот, которое, в общем, было, скажем честно, оставлено Россией, по крайней мере, в первые, там, 10-15 лет на произвол судьбы, вот. Ну, и вдолбили на пустое место тем же самым русским-то, да, вдолбили, которые там жили, вдолбили в голову вот эту вот идею. Во-первых, о каком-то странном превосходстве над Россией, во-вторых, о том, что Россия колосс на глиняных ногах, в-третьих, о том, что Россия, так сказать, да, она всю жизнь их угнетала, хотя, ну, исторические факты, они говорят об обратном. Ну, и самое главное о том, что вот они Европа, и поэтому, так как они придумали себе, что они Европа, поэтому Европа за них просто костьми ляжет там, да, уж там, и Америка, и все такое прочее, да. Вот. Эти штуки, они вот очень глубоко, на самом деле, въелись, тем более, что очень приятно себе брать всегда, вот. Вот. А говорить правду, вот, бывает всегда не очень приятно, да. Ну, и понятно, что это вытравится только катастрофой. Вот. По умнению, к сожалению, вот, опять же, умные учатся на чужих ошибках, а глупые на своих. Вот. В этом есть проблема. Кстати говоря, одна из этих проблем насчет глупых и умных – очень низкий уровень образования, очень низкий, так сказать, уровень информированности. Плюс ко всему, это вот мы с вами здесь о чем-то говорим, а на Украине продолжают по мозгам ездить, причем так вот массово, да, что на самом деле все хорошо, все замечательно, так сказать, Запад нам помогает, скоро мы победим, там, и прочее, прочее, да. Ну, в общем, но при этом есть какая-то такая, вы знаете, вот, не знаю, какая-то такая очень серьезная склонность к украинскому населению, к мифологизации. Если честно, об этом еще когда-то Николай Васильевич Гоголь писал, да, он как-то подмечал это дело. В этом есть какие-то плюсы, но есть какие-то минусы, вот они постоянно, вот сколько я вот наблюдаю, да, за постсоветской историей, там бывал не раз, как бы работал в прошлые годы, да, вот. Слушайте, ну реально какая-то склонность к каким-то сказкам, прям вот таким вот таким тупым-тупым сказкам. То они там делили золото какого-то Гетмана, который там раздадут всем, так сказать, то они, значит, ждали, что у них сейчас будут эти зарплаты и пенсии по 3000 евро, с какого, так сказать, перепугаем там кто-то должен был дать. То они уверили себя в том, что они европейцы, как бы, они это одно, а мы это другое. Потом они стали рассказывать, что сейчас вот Запад их не бросит. Потом вот это вот все, а вспомните даже вот историю спецоперации. Вот сейчас приедут джавелины, и мы победим. Вот сейчас приедут М777, американские гаубицы, и мы победим. Вот сейчас приедут леопарды, и мы победим. Там до смешного доходило в этом плане, до полного абсурда, когда там детей называли, например, джавелина и леопарда. Вот сейчас это, вот сейчас это, вот сейчас это, вот сейчас это. Конечно, это какая-то глубокая, если честно, психологическая поврежденность. Такая вот... Вообще, на мой взгляд, я когда-то давно об этом говорил, да, мне кажется, вообще, украинское население стало жертвой такого очень масштабного психологического эксперимента, такого, знаете, НЛП, вот такого нейролингвистического программирования в составе, значит, миллионов и миллионов людей. Отходить от этого они будут тяжело. Отходить будет тяжело. Тем более, что, знаете, все равно, знаете, как это, танки еще далеко, так сказать, я сижу в окопах, все хорошо. Вот пока они там находятся в Киеве, пока, так сказать, у себя там где-то, ну, вроде ничего. Там где-то на Донбассе, который они и так никогда не любили, идет война. Вот, ну, а у нас-то здесь вроде еще ничего себе. То есть, окончательное поумнение, как бы, видимо, еще впереди. Кстати говоря, вот вы все это рассказывали, и тут пришла такая мысль в голову, что и в Беларуси тоже пытались что-то подобное проворачивать, когда вот рассказывали, что вот вы всю свою историю воевали с россиянами, вот поляки ваши союзники, россияне ваши враги, ну, русские в данном случае. Но почему-то в одном случае это сработало, а в другом нет. Как вы считаете, почему вот по таким разным путям пошли государства? Действительно, вот эти приграничные территории между нашими цивилизациями, Белоруссия, Украина, они всегда были вот объектом, вожделенным объектом со стороны западной цивилизации. Здесь действительно всегда шла борьба. Это правда, и в Белоруссии применялись ровно такие же методы обработки населения, как и на Украине, но разница есть. Слушайте, там это стало главной темой государственной пропаганды. Там это стало, так сказать, главной основной темой вообще всех средств массовой информации. Это была основная тема всего внутриполитического дискурса, как сейчас модно говорить. В том моменте об этом стали говорить все, а когда там зачистили вообще всех условных несогласных альтернативным мнением, вообще больше другого мнения вообще не было. То есть это стало официальной точкой зрения. В Белоруссии все-таки это было не так. По крайней мере, с самого момента, когда президентом стал Лукашенко. Это во-первых. Во-вторых, все-таки, ну, не знаю, вот национальный характер, мне кажется, тоже здесь играет свою роль. У белорусов все-таки они, мне кажется, более трезво смотрят на жизнь, если так в среднем посмотреть, да. Менее склонны к какому-то такому, прямо уж такому беспредельному фантазированию, да. Ну и плюс еще сыграла, конечно, роль, мне кажется, очень тяжелый исторический опыт. В первую очередь, опыт Великой Отечественной войны. Потому что Белоруссия самая пострадавшая из бывших советских республик территория. И действительно, там, зверства, значит, так называемых цивилизованных европейцев на территории Белоруссии были просто, ну, просто до сих пор, как бы, да, от них вот кровь в жилах стынет, когда ты начинаешь читать это, перечитывать все эти вещи. Вот. И не было такого массового коллаборационистского движения. Да, были свои какие-то полицаи, как и везде, так сказать, были и предатели. Но такого вот массово организованного националистического движения на службе Третьего Рейха все-таки не было. А на Украине было, да, вот все то, что связано с АУНУПА, с дивизией СС Галичина, это создавало такой, знаете, организационную, как бы, рамку для воссоздания радикального национализма на Украине. А потом еще имейте в виду вот что. Этих всех людей вывезли сразу после войны в США, Канаду. Вот. И там организовали очень мощные пропагандистские информационные центры украинского национализма. В случаях с Белоруссией этого просто не было. И этот украинский национализм подпитывали все годы советской власти. Все прекрасно помнят, так сказать, все вот эти радиостанции, которые там. И вещание на украинском языке было и на белорусском, но это было в гораздо меньших масштабах. Вещание на украинском языке, как бы, да, обработка людей и все такое прочее. И вот все эти годы там, вот в этих идеологических центрах, которые конкурировались с РУшниками и все остальное, готовилась идеологическая база. Как только зашатался Советский Союз, я просто помню, еще в конце 80-х в Киеве уже начались выступления националистов, причем довольно агрессивные. А как только, значит, Союз распался, все. Вот именно из Канады, из Штатов прям хлынуло потоком, да, вот вся вот эта вот, все эти активисты, вся литература, там, все, что с этим связано, да, вплоть до символики там и все остальное. И украинская власть не выдумала ничего, как бы, лучше, как взять и вооружиться именно этой идеей, радикального национализма, значит, Украина-антироссия и все, что с этим связано. Что интересно, кстати, вот в той же Канаде этих коллаборационистов и по сей день выставляют, как борцов за независимость Украины от России. Помните вот этот известный случай в канадском парламенте? Ну да, конечно, это, в общем, такая, так сказать, невероятная близорукость, но она, эта близорукость-то, она такая, вполне осознанная, а она основана на том, что десятки лет на территории Канады под покровительством, значит, властей и курирования спецслужб, вот все эти центры, центры работали. Ну да, когда это вроде как вытащили на, значит, на поверхность стало как-то не по себе, решили там извиняться, кого-то даже там, спикера даже отправили в отставку, вот еврейские организации тоже там подработали этот вопрос, потому что, ну, уж слишком очевидно, уж слишком, так сказать, явно, да, вот, но в общем и целом, как бы, как раз вот этот инцидент, он скорее был закономерностью, чем из ряда вон выходящим фактом, потому что эти люди все эти десятки лет там жили спокойно, они фактически были преступниками, да, но канадское государство их прикрывало и считало, что это вполне себе нормально, ну, потому что использовали долгое время в борьбе с Советским Союзом, вот, а сейчас вот еще, видите, это украинские вопросы, все такое, вроде как все хорошо, но тут вот раз и вышла небольшая осечка, в следующий раз будет осторожней. Вот еще одна такая громкая новость, если вернуться все-таки к событиям современности, а не ретроспективным, это то, что все фракции Украинской Рады, они пришли к такому выводу, что в Украине выборы, в общем-то, проводить не нужно. Ну, наверное, ожидаемо было в каком-то смысле, потому что парламентские выборы ранее не отменили, было ожидаемо, что и с президентскими может случиться та же история. А как вы считаете, чем мотивировано такое решение с их стороны? Все-таки я пока до конца не уверен, что они не будут проводить выборы, потому что у этого, конечно, есть свои плюсы, свои минусы. Плюс состоит то, что, конечно, курирующие ситуацию американцы или британцы, конечно, были бы заинтересованы в том, чтобы говорить, что вот смотрите, несмотря на неудачи, все равно Зеленского все поддерживают, как бы на Украине это демократия, там провели демократические выборы и так далее, и тому подобное. То есть это было бы красиво с точки зрения картинки. Но на фоне вот этого хаоса в отношениях к Украине, на фоне проблем с американскими выборами, мне так кажется, что им просто некогда с этим заниматься. Они сами не очень понимают, а какое решение было бы оптимальным. Потому что если не проводить выборов, тоже появляется, в принципе, технологический плюс. Появляется некий маневр, который подвешивает Зеленского в пространстве. Его можно в любой момент убрать. То есть одно дело, когда он законно избранный президент, другое дело, когда он человек, который руководит страной в ситуации чрезвычайщины. Да, ты наш человек, но если что, такого человека гораздо легче убрать с места, и, собственно, вопросов не будет. Скажешь, ну а что, он выборы-то не проводил, а срок его полномочий, он уже закончился. Поэтому, мне кажется, они там находятся в такой вот, в первую очередь, хозяева этой ситуации. Они находятся в такой вот ситуации, что же такое делать с этим Зеленским? То ли носиться с ним дальше, то ли взять его как-то утилизировать, или что-то в этом роде. Причины очень простые. Причины те же самые. Зеленский в итоге оказался неспособным реализовать тот план, который американцы, британцы им с этим летним наступлением подсуропили. Он тоже много обещал, он делал много всяких громогласных заявлений. А в итоге десятки тысяч убитых. В итоге серьезные очень потери и по всем остальным этим самым позициям. И непонятная совершенно перспектива. А зачем тогда такой нужен? Что с ним делать? Это первое. Второе. В этой ситуации, на самом деле, никто не уверен, что вообще Зеленский может победить. То есть, если проводить выборы совсем по-честному, вообще не факт, что он победит. А это значит, что их придется в любом случае фальсифицировать, где-то подрисовывать, рихтовать и так далее. А это уже тоже риск с точки зрения того, что вот это раздражение внутри Украины, внутренний конфликт, он явно нарастает. И тогда возникает вопрос, а что с этим делать-то вообще? То есть, как идти на эти выборы? Вдруг он не победит, а если надо будет его в любом случае пропихивать, тогда это может вызвать скандал. Неизвестно, чем это кончится и так далее, и так далее. То есть, в общем, опять же, еще раз говорю, насколько бы они нас там не кляли и грязью не поливали, но на самом деле наша аналитическая оценка оказалась верной. Как он надулся, этот клоун, как бы, так сказать, дешевый, так он будет усдуваться. Так он будет усдуваться. Еще вообще неизвестно, чем он закончит. Не исключаю, что его конец может быть совершенно бесславным. Он не был политиком, и он политиком не стал. Да, на самом деле, он мог бы им стать, теоретически, если бы, внимание, он был бы президентом Украины. А он не президент Украины. Он просто, значит, расходный материал. Он марионетка. Он не стал президентом Украины. Вот в чем проблема и его, и украинской государственности. В 1991 году, как бы, они имели шанс стать независимым государством и все такое прочее. Но надо было умнее этим шансом распоряжаться. Они распорядились им вот настолько глупо, насколько только можно было. Значит, давайте будем противопоставлять себя соседу ближайшему, более мощному. Давайте, так сказать, будем внутри делить людей на правильных и неправильных. Украинцев. Давайте, так сказать, не будем придерживаться нейтралитета и все такое прочее. Если бы он был президентом Украины, он мог бы избежать всех этих нынешних последствий. Глядишь, и Луганск с Донецком обратно бы забрал. Потому что по Минску-2, в принципе, надо было изменить конституцию. Можно было забирать Донецк с Луганск. Но он этого не сделал. А теперь дальше, так сказать, да, мальчик, что называется. Дальше будет хуже. Вот вы сказали, что после 1991 года они окончательно утратили свой шанс на обретение по-настоящему независимого государства. А когда, вот как вы считаете, настала та точка невозврата, когда вот стало понятно, что все не будет суверенной Украины? Ну, к сожалению, к сожалению, ее, значит, руководители, вроде бы, так сказать, они все довольно хитрые люди. Но вот, понимаете, хитрость и мудрость – это не одно и то же. Вот на Украине очень много хитрых людей, реально, да. Может быть, даже в этом смысле мы там более такие простаки, так сказать, в сравнении с ними. Но мудрых нету. Или, по крайней мере, мы их так и не увидели. На мой взгляд, с самого начала, с самого начала, как бы начался дрейф в сторону катастрофы. Вспомните, например, скажем, вот самые первые годы, опять же, ну, вот тот, кто за этим следил, скажем, да, тот знает. Украино-натовские учения Сибрис начались в 1992 году. Вот у меня вопрос. В 1992 году, когда в России был Ельцин, Гайдар, Чубайс и все остальное, кто угрожал Украине? Кто угрожал Украине? Ельцин был абсолютно ведомым прозападным политиком. Для него крайне важно было нравиться американцам. Он делал все, что соответствовало американским интересам. Зачем надо было, значит, уже тогда, через год, фактически, даже меньше после распада Союза, начинать военное сотрудничество с НАТО? Зачем? А я вам отвечу, за тем, что в головах украинской элиты уже тогда именно такой, значит, вот этот магистральный курс вырисовывался. Уже тогда ничего умнее не придумали. Мудрости не хватало. Дальше Кучма, красный директор, так сказать, вот, Южмаш и все остальное спрашивается, зачем ты, так сказать, да Кучма подписал, он сам же не писал, подписал книгу «Украина, не Россия». Сейчас он там вот тоже что-то булькает, говорит, да вот, я вот, типа, теперь вообще ненавижу Россию, тра-та-та. А не ты ли, дружок мой, начал все это, да? Не на твоих ли руках, в том числе, как бы, да, кровь вот тех, кто сегодня погибает? Не ты ли, когда мог, значит, совершенно по-другому вести политику, не ты ли, а фактически идеологически обосновал необходимость Украины конфликтовать с Россией? Кто тебя просил писать о том, что Украина, не Россия? Кто-то говорил, что Украина – это Россия, что ли? Кто говорил? Ельцин говорил об этом? Путин говорил об этом? Никто не говорил. Ну, нет, ну, нет, так сказать, да, вот, шило в заднице, надо написать книжку «Украина, не Россия». А от Украины, не России, к Украине антироссии один шаг. И они его сделали. И они его сделали. Я уж не говорю о том, что Кучма когда-то, скажем, да, на фоне вот этой оранжевой, помаранчевой революции 2004 года пошел на незаконный третий тур выборов, да, и фактически создал прецедент Майдана на Украине. Потому что Майдан – это, да, это чисто вот такое украинское изобретение для постсоветского пространства. Зачем ты это сделал? Спрашивается. Для чего? Ты в этот момент думал об украинском государстве? Нет. Кого ты, как бы, пустил к власти? Без Дарья Ющенко, который закончил, значит, свой срок с кефирным рейтингом в 3-4%. Вот и все. То есть тут диагноз такой. Как это ни странно, Украина, большая и богатая территория, оказалась неспособной к полноценной государственности. И на самом деле всегда, во всей эпохе, это и было главной проблемой украинской элиты. А вовсе никакие не москалитовские, да и никакая не Россия. Вот чтобы окончательно, скажем так, закрыть вот этот вопрос с выборами, невыборами, неважно, будут они, не будут. Как вы считаете, не повлияло ли на их отмену вот этот вот педалируемый конфликт в СМИ между Зеленским и Залужным? Может, насколько он там серьезный, не знаю. Ну, еще раз повторяю, давайте посмотрим. Будут выборы, не будут. Они сейчас могут выскочить как бы из штанов и в последний момент сказать, что они будут. Да, кто их знает, да? Вот. Но что касается конфликта Зеленского и Залужного, мог ли он повлиять на решение по отмене выборов? Ну, да, наверное, мог. Но, собственно, я об этом сказал. Нет уверенности в том, что Зеленский сможет победить. Вот в чем дело. То есть уверенности такой нет. Если бы была стопроцентная уверенность, может быть, они на это и пошли. А так, они, конечно, публикуют там какие-то рейтинги, но все прекрасно понимают, что рейтинги – это одно, а реальность – это другое. Вот. И у них нет уверенности в том, что выборы не придется рисовать. Вот. А раз нет такой уверенности, и еще на фоне, ну, откровенной ненависти в отношении Зеленского со стороны очень большого количества военных, ну, довольно страшно выборы эти проводить. Поэтому лучше заручиться нам, условно говоря, так сказать, какой-то временной хотя бы поддержкой американцев и еще какое-то время просуществовать в режиме чрезвычайном. Хотя я пока вот каких-то особых перспектив не вижу. Насколько я понимаю, план там примерно такой. Сейчас перейти к обороне, да, так сказать, потом, значит, очухаться к лету, попытаться, значит, еще что-то такое предпринимать. Хотя, на мой взгляд, Запад вот сейчас вот не готов еще раз повторить вот эту накачку. Опять же, есть неудачный прецедент, и очень трудно будет еще раз вот такую же, так сказать, игру провернуть. А потом, может быть, может быть, хоть что-нибудь удастся сделать там следующим летом, попытаться склонить Россию к неким договоренностям, которые можно на Западе и на Украине представить как успех, да, и тогда вот, например, скажем, сказать, ну, вот так вот все, ладушки, так сказать, так вот все и получилось, да. Но это то, что, может быть, у них есть в это самое, в голове. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это возможный вариант, вот, хотя я не исключаю возможности переговоров как таковых, потому что, в принципе, как бы переговоры возможны, об этом, собственно говоря, российский руководство постоянно говорит, да. Вот, но не в ситуации, когда, условно говоря, Россия повесит вариант, который вот, от которого, так сказать, Зеленскому будет хорошо. Здесь, мне кажется, есть еще и личностный некий фактор, да. Поэтому, чем тут Зеленский закончит, как этот конфликт пойдет, я думаю, что ситуация становится для Зеленского все более и более неприятной, ну, буквально с каждым месяцем. Вот эти переговоры, о которых, да, действительно уже давно говорят, ну, по большей части России, Украина от них упорно отказывается, для них ведь нужно две стороны, а украинское руководство, по крайней мере, видимо, не горит желанием вступать в какие-то переговоры. Более того, вспомните, как Зеленский вот сделал абсурдный поступок совершенно, запретил самому себе участвовать в переговорах с Россией, пока у власти Владимир Путин. Ну, тут такая штука, смотрите, во-первых, вы говорите, что о переговорах постоянно говорят в России. Не совсем так. О переговорах просто стали активно говорить на Западе. В западной прессе стали много об этом писать. Они стали писать о том, что вот, наверное, надо принудить Украину к переговорам, вот, наверное, так сказать, имеет смысл об этом думать. На что российское руководство в лице, там, Путина, его пресс-секретаря Пескова отвечает, что мы, в принципе, открыты для переговоров, но и дальше как раз вот это вот условие. Зеленский сам себе, так сказать, что-то отрезал, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это первое. То есть это Запад ищет компромиссы, Запад ищет варианты. Он понимает, что тут все, значит, вот с этим, значит, первое, смотрите, с экономическим блицкригом не получилось, с военным наступлением тоже не получилось. Да, они были вдохновлены нашими, так сказать, неудачами в начале спецопераций российскими. Вот эти неудачи, как бы, были, они объективно, так сказать, их отрицать бессмысленно. Они, в том числе, являются результатом ошибок, там, всевозможных в планировании. Но, тем не менее, потом Запад не смог правильно оценить и рассчитать ситуацию, и, по большому счету, вот это вот самое наступление провалилось. Но экономически не получилось, военным образом не получилось и, видимо, не получится. Да, пытаются, так сказать, перевести в какой-то затяжной вариант, а на фоне этого, может быть, навязать какой-нибудь компромисс. Потому что ему нужен, просто, на самом деле, ему нужен. Ближний Восток образовался, с Китаем, так сказать, не все в порядке, да, непонятно, что с этим делать. Там, выборы, опять же, эти вот, да, мешаются им, так сказать, между ногами там болтаются и все остальное. Вот, потому что, как бы, на самом деле, Украина Украиной, но победы, если победы там нет, то непонятно, что с ней возиться. Значит, какого-то мощного проукраинского лобби, на самом деле, в США нету. Это чисто ситуативная вещь, там, условно говоря, еврейское лобби огромное есть, а украинского нету. Вот, поэтому, как бы, если она, Украина, дает возможность успеха, это интересно, и не дает возможность, и, в общем, можно ее отодвинуть, по крайней мере, на какое-то время. Поэтому это они ищут возможности каких-то переговоров, я лично считаю так, да. Российское руководство говорит, что оно не возражает, а на Украине делает вид, что ни в какую, ни в какую, мы не пойдем. Но оно понятно, так сказать, Зеленскому это, значит, довольно сложно сделать. Но здесь, опять же, эта вся ситуация упирается в вопрос, а что будет с Зеленским? Потому что вариантов, ну, масса. Если, например, Зеленский не пойдет на выборы, да, то его вообще могут сместить. Если Зеленский пойдет на выборы, то вообще он может проиграть. Если, значит, он на выборы не пойдет, но может, например, скажем, инициировать какую-нибудь реформу, что уже было в истории Украины, например, да, с президентской на парламентскую, с парламентской на президентскую, например, скажем, отойти от этой ситуации, а на этом фоне что-то изменить. То есть там же могут написать все, что угодно, вы же понимаете, например, если они там в свое время прописали третий тур выборов, который по Конституции невозможен, а потом в Конституцию, в которой был прописан нейтральный статус, вписали статью о необходимости вступления в НАТО, там возможно все. То есть можно любой кульбит совершить, вопрос в том, что решат по этому поводу на Западе. А если Зеленский, так сказать, будет упираться, то с ним разберутся тоже. Но я-то речь и считаю, что Зеленский вовсе не упирается. Зеленский, на самом деле, насколько я понимаю, на самом деле в украинском руководстве тоже зреет вот это убеждение в том, что неплохо бы какую-нибудь передышку отхватить, какое-нибудь перемирие. Я не думаю, что там есть люди сильно умнее Зеленского, потому что говорят залужные, залужные. А залужные ничем на самом деле не лучше Зеленского с точки зрения мудрости. Государственной мудрости там нет ни у кого. Но вот эта вот усталость, страх, он есть. И было бы неплохо там какую-нибудь такую, так сказать, передышку получить там на пару-тройку лет и так далее, и так далее. То есть я думаю, что они тоже этого хотят. Другой вопрос, что как конкретно Зеленский боится потерять лицо. Он не понимает, что он давно уже его потерял, но он боится потерять лицо. Поэтому это, на мой взгляд, это вопрос чисто технологический. Но здесь, опять же, это упирается даже не в то, что там двое, трое нужны там или прочее, прочее. Упирается в главное. Для России всегда основным был вопрос участия или не участия Украины в НАТО. Обо всем остальном можно было договориться. Об экономике, даже, так сказать, о языке и обо всем остальном. Но Запад будет навязывать в любом случае участие Украины в НАТО. А для России это принципиально неприемлемо. Вот это главная, так сказать, затыка. А вовсе никакой не Зеленский, который, в конце концов, значит, его сегодня есть, завтра его нет. Да, и опять он говорит, я не буду переговорить с президентом Путиным. Но Путин точно совершенно станет президентом в марте. Но тут нет никакой интриги, так сказать. Нет ни соперников, ни конкурентов. Это все очевидно. И более того, никто и не хочет. Потому что если уж Путин начал СВО, то понятно, что он его и должен заканчивать. Особо никто, так сказать, и не рвется тоже брать на себя вот эту вот ношу. А вот что будет с Зеленским, вот это вопрос. Вот это вопрос. Поэтому Зеленский мог себе и запретить. Для Зеленского выходом из этой ситуации, наверное, будет, так сказать, уход с этого поста. И он тогда скажет, вот я как говорил, что не буду с Путиным переговориться. Я так с ним и не буду. Тогда вопрос, кто будет. Ну да, здесь речь, конечно, не о том, что Россия настаивает на переговорах. А речь о том, что, в принципе, она к ним открыта, как вы сказали. Вот, например, сейчас у России нет резона настаивать на переговорах. Но как раз сейчас ситуация перешла в нашу пользу. Да, мы, значит, не ведем какое-то масштабное наступление и все такое прочее. Но в целом сейчас ситуация, она играет все больше и больше в нашу пользу. И, кстати, вот эта новость о том, что журнал «Тайм» включил Путина в номинацию «Человек года», да, на следующий год, там будет, не будет, неизвестно. Но это, де-факто, тоже признание такое, что, ну, свалить Путина не удалось и завалить Россию, так сказать, не получилось. Это, если не победа, конечно, да, победа далеко, но это однозначно успех. И не успех Запада. Вот, поэтому в этой ситуации, как бы, нам что-то искать, там, кого-то просить о чем-то, совершенно нет никого резона. Абсолютно. Ну, вот, с учетом всего вышесказанного, хотелось бы узнать ваше мнение, может быть, предположение о том, как будет продвигаться специальная военная операция в дальнейшем. Ну, может быть, в ближайший месяц-два. После всех этих заявлений о том, что вот мы строим заграждение, что Украина будет защищаться и все в таком духе. Трудно сказать, потому что, потому что я думаю, что российская армия будет пытаться улучшить свое положение. Но вот такого масштабного наступления, прям такого огромного, на мой взгляд, ожидать не приходится. Во-первых, зима. Вот, во-вторых, очевидно, что эта война стала очень сильно другой. То есть, грубо говоря, проводить такие огромные операции в стиле Великой Отечественной войны практически невозможно. Скажем, крайне сложно. Вообще, вот это переосмысление ведения войны, это один из результатов специальной военной операции, потому что беспилотная авиация, средства радиоэлектронной борьбы, ПВО и прочее, прочее, они обнуляют многие традиционные взгляды на ведение войны. И я так понимаю, что в России тоже, как бы, да, идет такое переосмысление подхода к этому конфликту вообще и к военной политике, так сказать, к этому конфликту в частности и к военной политике вообще. На этом фоне, опять же, я вот, я никаких должностей не занимаю и военным экспертом не являюсь. Но мне кажется, что при всех равных российская армия будет пытаться тактически улучшать свое положение, но о масштабном каком-то контрнаступлении, по крайней мере, до выборов президента, речи не будет. А дальше, дальше посмотрим, как пройдет эта зима, дальше посмотрим, так сказать, как будут разворачиваться внутриполитические события на Украине. До осени, до осени следующего года, скорее всего, американцы будут точно совершенно оказывать хоть какую-то помощь Украине, а дальше, так сказать, многое будет зависеть, в том числе, от результатов выборов в Штатах. Поэтому пока война перешла в такую позиционную составляющую, да, ну и, видимо, в ближайшие месяцы примерно так оно и будет. Хотя, опять же, еще раз повторю, как бы, да, я считаю, что все эти прогнозы, как бы, дело такое неблагодарное, и я себя не считаю каким-то суперэкспертом, и тем более не являюсь тем, кто обладает какой-то такой, знаете, инсайдерской информацией. Ну вот о помощи Украине глава евродипломатии Боррель недавно сделал такое интересное заявление, я уверен, вы слышали о нем, он сказал, что нет смысла оказывать гуманитарную помощь тем, кто умрет, ну, грубо говоря, на следующий день. Имелись в виду жители ГАЗа. Но здесь что интересно, нет смысла оказывать гуманитарную помощь тем, кто умрет, а подставлять руши тем, кто, ну, уже очевидно, проигрывает и проиграет, значит, смысл есть. Где логика в таких заявлениях? Вот опять же, когда мы ищем логику, да, мы, мне кажется, все по-прежнему находимся в своей такой постсоветской привычке переоценивать Запад. Мы серьезно очень у себя в голове выстроили, ну, такую какую-то, знаете, мечту о Западе, или апологетику Запада о таком Западе, которым он никогда не являлся. Мы переоцениваем мудрость современных европейских и американских политиков в том числе, особенно анализируя их заявления, которые иногда вообще ничего не значат, да, вообще просто ничего не значат. Ему надо что-то говорить, он что-то говорит, по должности он вышел там, да, ему задали вопрос, он должен на него, должен на него отвечать. Хотя, хотя, здесь, если искать смыслы, то смысл и логика простая. Все-таки навязать России многолетнюю изматывающую войну. Хотите, как хотите, в войне, в принципе, ничего хорошего нет. Понятно, что никто не счастлив от этой войны, так сказать, да, и нет никого, кто хотел бы, чтобы она там продолжалась сто лет, да, и прочее, прочее. А на Западе расходовать Украину настолько, насколько можно расходовать и все-таки истощать Россию было бы для кого-то вполне приемлемым, потому что война она все равно истощает. Да, нам война там позволила там на какие-то вещи взглянуть по-другому, перестраивать, может быть, в том числе экономику, в этом ее плюсы. Но, если честно, так сказать, чем такие плюсы, вот, так лучше, так сказать, все-таки мирная жизнь, да. Вот, поэтому в любом случае, в любом случае, как бы, да, вот, длительный, там, затянувшийся на десятилетии конфликт, он может быть интересен Западу, вот, но он нежелателен, так сказать, для России, по большому счету. Вот, может быть, они думают об этом. Хотя у меня такое впечатление, что они немножко в растерянности. Если честно, они, видимо, на фоне, опять же, вот этой неудачи первых месяцев спецоперации с нашей стороны, да, точнее, сначала молниеносного броска Киева, а он был действительно молниеносным и сверхуспешным, да. Дальше, как бы, ну, скажем, не решились оторвать физически голову, как бы, да, украинские верхушки, пошли на переговоры, там, нас совершенно очевидно, как бы, да, прокинулись с этими переговорами, потом началась другая совершенно ситуация. На этом деле, на этом деле, потом было Харьковское, так сказать, отступление, на этом деле, видимо, у Запада, как бы, вот, появилась эйфория, они решили, что сейчас они порешают все вопросы. Теперь они вопросы все не порешали и находятся в растерянности. У меня есть ощущение того, что европейская и американская элита по поводу украинского вопроса находятся в некоторой растерянности. Они сами не могут себе ответить на вопрос, а что же дальше с этим делать. Вы сказали совершенно справедливо, на мой взгляд, о том, что эта война никому не нужна. Никто ее не хочет. Ни в России, ни в Украине. На Западе может быть, но там у них свои интересы. И вот наш президент, выступая на недавнем климатическом саммите ООН, заявил о том, что война еще и огромный ущерб экологии наносит на самом-то деле. То есть вместо того, чтобы тратить миллиарды на поставку вооружений в Украину, можно было бы действительно как-то вложить их в улучшение климатических условий на Земле, в нашем общем доме. Но они упорно продолжают поставлять в Украину вооружения, в том числе с объединенным ураном. И лицемерно заявляют о том, что вот у нас зеленая повестка, мы заботимся об экологии. Это как раз то, наверное, о чем вы говорили, что логику в их поведении искать нет смысла, наверное. Нет, ну там такая логика отношения к нам как к недолюдям. Надо понимать простую вещь. Запад всегда считал себя выше нас. А значит, когда он переставал это делать, тогда когда мы мордой об стол его возили. Вот когда мы мордой об стол его, так сказать, били, тогда они раз там на какой-то момент отрезвлялись исторически. Но тоже они в этот момент нас не любили, я вас уверяю, так сказать. Они просто вынуждены были с этим смиряться, да. Поэтому логика здесь следующая. Им там не жить. Им там не жить, так сказать. Они не собираются жить на Украине. Это их не интересует. Они собираются Украину использовать. А что касается климатической повестки, зеленой вот этой всей. Но, если честно, там же тоже много просто тупо слов по этому поводу. За этим много политики. Много попыток манипулировать. А есть ли там действительно борьба какая-то за лучший клиент? Я очень сильно сомневаюсь. То есть я не к тому, что вы сказали, что нет логики. А я к тому, что это просто очередной обман в значительной степени. Ну а если по факту зеленая повестка, она на самом деле проваливается. Она проваливается, потому что все, что они там себе там нафантазировали, оно пока идет с очень большим скрипом. Ну где-то продвигается, а где-то просто откровенно балансирует на грани провала. Что ж, Сергей Александрович, спасибо вам большое за эту беседу, за выделенное время и за ваши ответы на вопросы. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!